Продолжаем рассказывать о происходящем в Украине и мире и о главных событиях к этому часу ближайшие 10 минут далее. С начала суток российско-оккупационные группировки один раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Ночью под огонь боевиков попали украинские защитники в Павлополе, что на Донецком направлении. Об этом телеканал UATV сообщил спикер штаба антитеррористической операции Олег Сушинский. С полуночи противник один раз нарушил режим перемирия и применил гранатометы и минометы вблизи Павлополя. По предварительной информации, никто из украинских военнослужащих не пострадал. Какого калибра были минометы, из которых вели огонь, пока не установлено. Информация уточняется. Под огнем террористов также оказались сотрудники Донецкой фильтровальной станции. Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Вода Донбасса», во время обстрела персонал ДФС направлялся на работу на автомобиле ГАЗ-53. Никто из сотрудников не пострадал. Отмечается, что в результате обстрела был пробит радиатор автомобиля. За прошедшие сутки на Донбассе боевики четыре раза открывали огонь по украинским позициям. В результате один военнослужащий вооруженных сил Украины погиб, трое получили ранения. На луганском направлении российско-оккупационные войска из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по украинским укреплениям в районе Троицкого, Луганского и Новозвановки. На донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь в районе населенного пункта Верхнетарецкое. В эти минуты проходит брифинг по результатам встречи Верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Магирини и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Трансляцию вы можете видеть на экране. По словам Владимира Гройсмана, во время встречи с Федерикой Магирини они обсудили вопрос выполнения решения стокгольмского арбитража и поддержки территориальной целостности Украины со стороны Европейского Союза. Магирини с официальным визитом находится в Украине. Сегодня она встретится также с президентом Украины Петром Порошенко. Как сообщают в пресс-службе главы государства, они обсудят ситуацию на Донбассе, поддержку реформ в Украине со стороны Евросоюза, а также скоординируют позиции о непризнании выборов президента России во временно оккупированном Крыму. Новые военные разработки Российской Федерации не смогут изменить стратегический план Пентагона по противодействию Москве. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в интервью, опубликованном на сайте пресс-службы ведомства. Глава Пентагона отметил, что каждая из систем, о которых говорил Путин, еще требует многолетней доработки, поэтому они не повлияют на военный баланс сил. Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин объявил об успешном испытании и принятии на вооружение гиперзвуковых крылатых ракет, которые якобы способны преодолеть американскую систему ПРО. Армия Башара Асада усиливает наступление в Восточной Гуте в Сирии. По данным Сирийского центра мониторинга по правам человека, там за последние три недели погибло более 1100 мирных жителей, а получили ранения более 4000 человек. Накануне правительственная армия заблокировала два города в Восточной Гуте, это Дума и Хараста. Они также захватили город Мисраба. Сирийская правительственная армия начала наступление на Восточную Гуту, один из подконтрольных повстанцам регионов, в середине февраля. Несмотря на резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня, военные действия в регионе продолжаются. Многотысячные протесты в Каталонии. Накануне более 45 тысяч человек вышли на улицы Барселоны. Под лозунг «Республика сейчас» требовали сформировать правительство, которое способствовало бы отделению Каталонии от Испании. Демонстрация прошла по инициативе движения Каталонская национальная ассамблея, выступающего за независимость региона. За нового главу регионального правительства в Барселоне должны были проголосовать сегодня. По словам спикера парламента Роже Торрента, единственный кандидат на этот пост – политик Жорди Санчес, арестованный после референдума о независимости Каталонии в октябре прошлого года. Однако голосование отложили на неопределенный срок, так как Верховный суд Испании отклонил запрос о его освобождении из тюрьмы. Официальный Мадрид заявил, что Санчес не может претендовать на пост каталонского лидера. Каждое из них пришлось покинуть родной дом из-за агрессии Кремля. Между собой они познакомились случайно, уже в новом городе. Их объединили истории прошлого, надежда на будущее и любовь к рукоделию. Дальше наш эксклюзивный материал о переселенках с оккупированных территорий. Учительница труда Татьяна Иванова переехала из крымского города Керчь в 2014 году после аннексии полуострова. На протяжении последних четырех лет она собирает и хранит мельчайшие частички памяти о родном крае. Вы не представляете, какая это радость. Один севастополец прислал мне, привез через границу две бутылки воды морской с водорослей. И у меня на подоконнике был маленький аквариум. Бабушка, которую мы перевезли, она лежачая бабушка, она, ну это до слез. Когда она, ну мы ей рядом сделали это море. Татьяна говорит, живя в Керчи, с иронией смотрела на туристов, собирающих местную гальку. Теперь сама просит передать ей камушки с моря. И делает из них кулоны, чтобы носить поближе к сердцу. Я оформила эту обычную гальку, которую мы все можем там отшвырнуть кусочек, ну там ногой, да, от себя. Я считаю, что она не менее драгоценна, а для нас, переселенцев из Крыма, она и более драгоценна, чем какие-то дорогие камни. Несколько месяцев назад в соцсети Татьяна познакомилась с еще одной покинувшей дом Керчанкой Мариной. Их объединили не только родной город, но и любовь к рукоделию. Марина увлекается вязанием с малых лет. Количество ее поделок ведет счет на сотни. Например, вот такой плед. Он вяжется из нескольких элементов, вот таких, и собирается в дальнейшем в целое полотно. Вот, это, конечно, более сложное, но опять же здесь может работать коллектив над этим. Чтобы развить коллективное хобби, Марина запустила сбор средств. Собирается открыть бесплатный клуб для обучения детей и женщин рукоделию. И красоту в жизнь приносит, вот, также еще и мелкую моторику развивает. Вообще отвлекаешься, супер. В общем, помогает психологически. К полезному способу психологической реабилитации уже стремительно подтягиваются единомышленницы. Это успокаивает, это воодушевляет, ну, это интересно. Хочется что-то делать, у меня всегда чешутся руки. Бывает так, что если я вот сейчас что-то не сделаю, я просто, ну, вот, нужна. В будущем женщины планируют превратить хобби в полноценный общий бизнес и продавать поделки, в каждую из которых вкладывают частичку души и памяти о родном доме. Любовь Задорожная, Ярослав Матиш, UATV. Третье золото на Паралимпийских играх 2018 принес Украине Игорь Рептюх. Победу он добыл в лыжной гонке на дистанции 20 километров свободным стилем в классе стоя. Это уже вторая награда Игоря Рептюха на этих играх. Ранее он стал бронзовым призером в биатлонной гонке на 7,5 километров. Такие чемпионские выступы. Такое чемпионское выступление всем понравилось. После Паралимпиады в Сочи уже есть опыт. Тогда было сделано очень много ошибок и 4 года работал над ними, чтобы вот так выйти, выиграть, принести золото и порадовать весь украинский народ своим выступлением. Еще до конца всего не осознаю. Кроме того, еще две медали завоевали украинские лыжницы в гонках на 15 километров. Серебро Оксана Шишкова среди спортсменов с нарушением зрения и бронзу Людмила Ляшенко в классе стоя. 10 марта в биатлонных гонках на 6 километров Шишкова финишировала второй, а Ляшенко была третьей. Это я первый раз вышла на дистанцию 15 километров и перемогла. Но мне не хватило 8 секунд до первого места. Я же говорю, наверное, в следующей Паралимпиаде все-таки придется все золото косить. Надо тренироваться, тренироваться. И за три дня соревнований украинские паралимпийцы завоевали 9 медалей. 3 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых. В общем зачете сборная Украины занимает третье место, уступая командам США и Франции. Эту и другую актуальную информацию вы можете найти на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua. Следующий выпуск смотрите через 2 часа. Оставайтесь с нами и будьте в курсе происходящего. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok